Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вы знаете, есть такой хитрый способ увеличить продажи в магазине. Нет. Нужно разместить портрет или плакат, или постер ребенка грудного. Красивый маленький постер. И продажи в магазине повышаются. Потому что любого грудного ребенка нам сразу хочется обнять. И у нас выделяется окситоцин даже при мысли об этом. А окситоцин – это гормон доверия, успокоения. Поэтому покупатель чувствует себя в магазине, как будто это место, которому можно доверять. И, соответственно, продажи повышаются на 5%. Просто от того, что висит плакат. Поэтому пользуйтесь этим. В жизни это колоссально имеет значение. И это первый способ, это первое тренинговое упражнение сегодняшнего нашего семинара. В чем особенность любви к себе, христианской любви к себе? Особенность христианской любви к себе в том, что, любя себя, мы обязательно делимся этой любовью. Вот объятие – это очень простой способ это показать. Потому что ты не можешь причинить себе любовь, не причинив любовь другому. Видите? Объятие это показывают. Но можно, конечно, себя успокоить об мягкую игрушку, попробовать. Но это все равно так не работает, потому что мягкая игрушка с тобой не поговорит. Я в последнее время люблю рассказывать еще вот о чем. Вы знаете, есть книга «Пять языков любви», да? Знаете, в этой книге описывается то, что мы все дарим любовь и принимаем любовь пятью языками, да? И какой-то язык обязательно лидирует. Один или два, да? Читали эту книжку? Кто не знает об этой книге, первый раз слышит. Поднимите руку. Она есть в свободном доступе в интернете, в ютубе. Ее можно послушать за несколько часов. Очень вам рекомендую ее перечитать. Но суть в чем? Если коротко. Мы любим на языках. И, значит, это языки прикосновения. Вот объятие – это прикосновение. Есть еще язык любви – подарки. Мы дарим подарки. Объятие – это и подарок. Ты даришь человеку подарок бесплатно. Мы же обнимаемся бесплатно? Вот. Любовь – это еще есть такой язык любви. Время, проведенное вместе. Время. Например, для моей жены – это очень важный язык любви. Вот. Я могу там ей очень большой букет цветов подарить. Поверьте мне, она его не оценит так, как если я проведу с ней рядом время. А время – это очень дорогая штука. Намного проще мужчине заработать денег на букет цветов. В случае с моей женой так не работает. Вот. Поэтому время, но когда мы обнимаемся с человеком, мы дарим ему что? Время. Понимаете, да? То есть объятие – это уже три языка в одном. Есть еще четвертый язык любви. Как он называется? Помощь. Да, когда мы оказываем помощь. Например, некоторым женщинам им можно подарить букет цветов, но они ударят этим букетом тебя по лицу, потому что ты уже два месяца не несешь картошку, которую обещал. Вот, например, да, или там ты не забил там пару гвоздей, которые обещал уже там, да? А ты поворачиваешься и говоришь, ну, я же мужчина, я человек своего слова. Я тебе полгода назад пообещал, я сделаю. Вот. Но женщина это так не устраивает. Она хочет быстрее, чем через полгода. Вот. Поэтому принцип очень важный – помощь. Забота. Правильными словами. Забота. Потому что помощь – это часть заботы. Язык любви называется забота. Когда ты обнимаешь человека, ты о нем заботишься. И еще один язык любви. Пятый какой? Слова. Слова поддержки. Мы редко обнимаемся молча. Мы при объятиях обязательно что-нибудь говорили. Вы сейчас говорили что-нибудь? Да? Ну, мы вот молча обнялись. Но я при этом тарабанил все, тарахтел на всю аудиторию. Да. Но чаще всего мы что-то говорим друг другу. Правда? То есть, вот объятие – это пять в одном. Запомните. Это очень простой способ показать человеку, что вы его любите, и почувствовать себя любимым. Проявить любовь к себе. В этом и есть христианский подход. Первое, что я хотел вам сегодня сказать. Как вы думаете, когда впервые в Библии встречается… Потому что, говоря о любви, вообще о любви, как правильно относиться с любовью к своему телу, духу и душе, нужно обращаться к первоисточнику. Первый источник – это книга Библии. Когда в Библии первый раз встречается слово «любовь»? Кто знает? Я сегодня с утра специально искал, нашел. Знаете, когда? Кто это слово говорит первый раз? Кто? Бог это говорит. Бог говорит это слово. И знаете, кому он говорит? Он говорит Авраам. Он говорит Авраам, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь. Первый раз слово «любить» – любовь встречается в Библии. Когда Бог говорит, есть такая штука, любовь, Авраам. Есть у тебя человек, которого ты любишь больше всего на свете. Пойди принеси его в жертву мне. Ну, знаете эту историю. То есть, с этого момента слово «любовь» постоянно встречается. По-еврейски это «ахаб» или «ахэб». Вот, и первый раз, когда встречается заповедь «любить», там это же слово используется, возлюби ближнего твоего, как самого себя, вот, есть два, легко запомнить, смотрите, Библию нужно запоминать наизусть, потому что мало ли у вас Альцгеймер приключится, или там Библия еще исчезнет с планеты, электричество выключится, сядут батарейки, а у вас будут в голове тексты. Понятно, да? Например, притчи 19.17 и Левитам 19.17. Запомните эти две цифры, 19.17. Вот, в притчах 19.17 написано, «Благотворящий бедному дает займы Господу, и он воздаст ему за благоденение его». То есть, если вы хотите позычать гроши Богу, понимаете, да, о чем я говорю? То есть, занять денег Богу. Можно ли Богу занять денег? Можно. Нужно помочь бедному человеку. И Бог тебе обязательно воздаст. Вот, обязательно воздаст. Я проверял это много раз. Вот, очень, это всегда работает. Очень интересно. Вот. «Благотворящий бедному дает займы Господу». И это написано в притче. Это проявление нашей любви. Но в Левитам, 19.17 написано. Очень интересно написано. «Не мсти». «Не мсти». Что еще дальше написано? «И злобы не таи на ближнего. Никому из сынов народа твоего. Но люби ближнего твоего, как самого себя». Итак, любить себя – это в первую очередь научиться прощать и не мстить. Это второе, что после объятий сегодня мы должны запомнить. Самый правильный способ полюбить себя – это научиться прощать и не мстить. Назовите, пожалуйста, причины для прощения. Вот кого сейчас раздраконил телефон, который зазвонил? Поднимите руку честно. Вот. Есть пара людей, которые честные. Честно подняли руку. У меня нет. Я не успел обидеться. Вот. Очень важно понять. Что значит «не мсти и не имей злобы»? Это «прощай». Правильно? Правильно? Расскажите мне, пожалуйста, почему мы должны прощать? Первая причина. Давайте. Ну, я хочу послушать вас. Потому что Бог нас прощает. Потому что Бог нас прощает. Правда? То есть, если Бог нас прощает, какое право мы не имеем прощать? Да? Первый вопрос. Так, первый ответ. Хороший, прекрасный ответ. Спасибо, сестричка. Освобождение. Ты уже не посторонний. Когда освобождаешь себя, ты освобождаешь и должен. Да, это освобождение. Это свобода. Это свобода. Да, да. Очень. Спасибо, брат. Так, еще. Ты становишься в золотом. Ты выздоравливаешь. Абсолютно верно. Потому что не прощение – это стресс. А стресс является причиной десятков заболеваний. От насморка до рака. Спасибо огромное. Отличный ответ. Спасибо. Душевное спокойствие. Когда вы вообще что-то спокойствие? Да, ты получаешь душевное спокойствие. Спасибо. Душа чувствует себя намного лучше. Шторм заканчивается. Сейчас готовьтесь. Я хочу сказать, что когда человек прощает, он восстанавливает справедливость, если это можно простить. А когда прощать непростительно, проявляет Иисуса характер во мне, потому что делает больше того, что человек может или кто-то не посоветит. То есть простить непростительно – это справедливость восстановить, а простить непростительно – это милость. То есть это проявить характер Бога. То есть поступить как Бог. То есть прощение – это поступать как Бог. Спасибо большое. Хорошая мысль. Прекращаешь ссору и продолжаешь дружбу. Да, прекращаешь ссору и продолжаешь дружбу, когда это возможно. Бывает такое, что невозможно. Например, очень большое количество людей обижаются на президентов своих стран или чужих стран. Но дружить невозможно с ними, потому что ты физически не можешь с ними дружить. Понимаете, да? Да, хорошо. Еще. Да. Конечно, потому что ты должен поступить так, как ты бы хотел, чтобы с тобой поступили. Хорошо, хорошо. Еще мысли. Почему мы должны прощать? Так. Таким образом мы проявляем любовь в себе. Ну, правильно, абсолютно верно, да. Потому что мы делаем себя чище, свободнее и спокойнее. Это и есть любовь в себе. Если ты хочешь, чтобы чувствовать себя спокойнее, счастливее, почему бы не простить. Правда? Я люблю такое выражение. Знаете, вот представьте себе, вас укусила змея ядовитая. Да? Вы берете лопату и за ней бегаете, или вы бежите в больницу? Вот это и есть прощение. То есть ты бежишь в больницу, чтобы выздороветь от того, что тебя укусили. А не бегаешь за бичиком с лопатой. Правильно же, да? Ну, или там, я сейчас выздоровею, а потом тебя догоню. Да? Вот. Да. Это уже называется месть. Есть такое выражение. Месть – это блюдо, которое подают холодным. Вот. Но это не прощение в целом, вы понимаете, да? То есть это отложить справедливость или там, несправедливость, да. Спасибо, да. То есть это божья заповедь. Очень хорошая мысль. Спасибо, брат. Еще мысли. Почему мы должны прощать? Например. Да, да. Потому что если мы не прощаем, то значит мы собираемся сидеть, и мы потом начинаем болеть. Да, мы собираем. Мы собираем. Мы собираем внутри себя камушки. Да. Да, очень-очень большие, плохие вещи собираем. И болеем из-за этого, да. Согласен. Спасибо. Да, еще мысль. Мы стали свидетелями скорой наших детей. Средний говорит, Саша, если ты меня не хочешь прощать, а что завтра ты будешь уверен, что ты будешь поступать только хорошо? Да, да. Красиво, красиво он зашел. Красиво. Да, дети умеют. Да. Да, он говорит, смотри. Если ты меня сегодня не простишь, то завтра тебе, возможно, придется у меня просить прощения. Да, да. Хорошо. Хорошая мысль. Да, пожалуйста. Если человек не прощает, он там тебя разрушает. Разрушение, да. Хорошо. Хорошая мысль. Непрощение – это разрушение. Да, да, да. Не прощаешь – это когда ты пьешь яд и думаешь, что от него кто-то умрет. Другой, но не ты. Другой, но не ты. Поняли, да, мысль? Это еще одно такое выражение, которое мне очень нравится. Вот. А прощтить – это значит отпустить пленника и понять, что этот пленник – ты. Есть такое выражение. Ты, друг, оу, так это ж я держу себя. Почему еще есть причина для прощения, например? Зачем привязывать себя к обидчику эмоционально? Зачем? Бог говорит, вы к свободе признаны, правда? Мы призваны к свободе от греха, от этих всех обид. Зачем себя держать болью за что-то или кого-то, кто причинил тебе вред? Да? Зачем? Оно мне нужно, понимаете? В этом смысл любви к себе. Прощение нужно мне, оно не нужно другому человеку. Оно нужно как бы ему. Но есть люди, которых мы прощаем не потому, что они у нас просят прощения. Правда же? Просто это нужно нам. Некоторые люди не способны у нас попросить прощения. Во-первых, они не сознают этого. Во-вторых, они могут быть физически далеко. И у нас, например, в военной ситуации некоторые говорят, о прощении мы поговорим после войны. Ничего подобного. Ничего подобного. Ты должен быть с миром в душе всегда. Всегда. Во время войны. Потому что возьмем маленькую семью. В семье часто бывает война. Маленькая раз, да? Конфликт, переросший в хроническую, там бойкотируют люди. Внутри семьи могут быть очень активные боевые действия. Так вот, это часть процесса нашей семейной жизни. Мы отвязываем себя эмоционально. Почему у нас есть много травм в жизни? Потому что мы себя эмоционально привязываем к нашим родителям. К поведению наших родителей, которые неправильно нас воспитывали, возможно. Они воспитывали так, как они могли. Ну вот как они могли, так и воспитывали. Они же не знали, возможно, не учились. Может быть, когда они жили, вообще не было психологического факультета. Тем более, вы встречали хотя бы в одном университете, вот в Молдове, факультет семейной жизни. Педагогически есть факультет воспитания детей. А факультет семейной жизни, потому что факультет семейной жизни, это и есть факультет воспитания детей. Понимаете? Ты не можешь воспитывать детей в отрыве от семьи. Это называется детский дом. А детский дом это худшее изобретение, которое только может быть. Если вы почитаете статистику, как живут дети после детского дома, это ужас. Это 90% преступности и так далее. Это очень тяжелая штука. Поэтому внутри семьи прощение, то есть, если ты хочешь чувствовать себя счастливым, то есть, а это часть любви к себе, правило обнимашек и следующее это правило прощения. Потому что прощение это нужно тебе в первую очередь. Я как-то ехал, подвозил женщину, мы ехали с ней целый день на машине. Целый день. Тысячу километров мы проехали. И она все время рассказывала о своей боли и обиде. И меня это так утомило, честно. Утомило после обеда. Я говорю, так, все. Я вам сейчас расскажу. Сейчас я вам расскажу. Сейчас начну. Но она не может выйти из машины, потому что мы едем по другой стране. И я ей объяснил, что прощение нужно ей. Она была так благодарна, вы даже не представляете. Она была благодарна. Очень. Потому что она поняла эту мысль, что прощение нужно ей, никому-то другому. Потому что наш внутренний эгоист, ему даже приятна эта мысль. О, так это мне надо? Хорошо, я прощу. Даже на этом уровне, прости, я уже не говорю о другом уровне. Понимаете, да, логику? То есть, это очень важно. Это очень важный момент. Следующее, о чем я хотел сказать, это часть любви к себе. У вас есть еще вопросы по прощению? Да-да, я задам вопрос к голову. Перед тем, как перейти. Контрольный вопрос к голову. Есть ли ситуации, которые непростительные? Есть. Какие? Ну, мы не святой дух, мы не отвечаем. Давайте так, каждый отвечает за себя. Святой дух уж как-то разберется с непрощением себя. Какие прощения нет? Прелюбодействуют. То есть, если тебе изменил муж или женщина, то прощать нельзя. Правильно? Надо, но. Это очень важный пример. Вот, я ждал этого примера. Давайте разберем, разберем. А потом другие ситуации можем затронуть. Простить. Простить это не значит, что будет как раньше. Запомните это. Это важное правило со звездочкой. Простить это не значит, что будет как раньше. То есть, смотрите. Например, вам отрезали руку. Ну, случайно или специально. Я не знаю. Отрезали палец. Ну, что-то вам причинили физическое увечье. У вас будет как раньше? Нет. Вам не пришьют ни палец, ни руку. Будет только протез. Я консультирую ребят после войны с протезами на протезах. Их тысячи. Десятки тысяч. И уже не будет как раньше. Понятно? Это на физическом уровне. На душевном уровне то же самое. Если тебя предали один раз, два раза, три раза. Ты имеешь право сказать, хорошо, предавай меня хоть сколько раз. Мне все равно. А можешь сказать, я тебя люблю, уважаю, но жить мы вместе не будем. Понятна логика? Я прощаю тебя, но я больше не могу тебе доверять на уровне отношений муж-жена. Поэтому что? Мы больше не будем на этом уровне. Мы будем на уровне знакомых, родителей наших детей. Можем даже быть друзьями. Но мы не будем больше мужем и жены. Понятно? Это не человеческое прощение? Нет. Ну давайте, докажите мне. Почему это человеческое небожественное? А то, что прощает и не вспоминает? Ну хорошо, я приведу вам пример. Я усложню ситуацию. Вас изнасиловал двоюродный брат. У меня была такая пациентка. Он ее изнасиловал. И он хочет отношений, как брат и сестра. Вы будете с ним дальше дружить? Стоп. А по-божьему? То есть вы будете с ним дальше дружить? Я буду смотреть на него через кисть. То есть как? А если он не кается? Я не каюсь. То есть, но вы все равно смотрите. А вы на сатану так же смотрите? Чика-чика-чика. Почему другой? Он поступает так же, как дьявол. Он насилует вашу волю, ваше тело. В силы что? Любить его дальше? Поступать правильно. Поступать правильно. Это как? Да. Видите? Да. А если вас изнасиловали там несколько человек? Я консультировал таких женщин. Хорошо. Уйдем от темы сексуального насилия. Если вас изнасиловал собственный муж? Такое бывает. Я консультировал таких людей. Как вы будете жить? И какова вероятность того, что он будет вас дальше насиловать? Высокая. Я консультировал женщину недалеко отсюда. Она ее мучил так муж, что она получила диабет первого типа в возрасте, когда ей было уже, когда диабетом первого типа обычно не заболевают. Как ей быть? Жить отдельно. Понимаете? Вот об этом я и говорю. То есть мы не можем быть в статусе прежних отношений. То есть бывает эта ситуация, эта и эта ситуация. Вы очень правильный вопрос подняли. И вы, сестричка дорогая. И вы. Почему? Потому что это ситуация, в которой каждая женщина и каждый мужчина принимает решение индивидуально. Здесь нет общего правила. Потому что степень насилия и степень восприятия насилия, степень измены и степень восприятия этой измены у каждого человека разная. И это каждый человек принимает. Но в этом-то и свобода принятия решения. Свобода выбора человека. И мы не можем заставлять человека, чтобы вот теперь все равно живите вместе. Или вот теперь все равно... Нет, однозначно живите порознь. Мы не можем быть совестью для человека. Понятно? То есть человек принимает сам решение. Эти решения абсолютно индивидуальны. Потому что я консультирую людей больше 20 лет. И это всегда индивидуальный вопрос. Но вопрос, что простить это значит полностью, что будет как раньше? Нет, не будет как раньше. Не будет как раньше. Если, ну по крайней мере в ближайшее время. Не будет как раньше. Есть определенный этап, период. Мало того, прощение это не одномоментный процесс. Прощение это всегда длительный процесс. Понятно? Длительный, но это не бесконечный. Не надо его растягивать на годы. Это процесс обычно там нескольких недель, возможно нескольких месяцев. Но не более. Потому что иначе это уходит в хронический стресс. И это называется не прощение. Или не завершенное, прощение. Потому что вы еще не достигли цели совершения. Конечно, безусловно. Поэтому мы и там не получаем. Да, ну просто есть, например, вот Марк Финли рассказывал очень интересный пример. Я хочу вам рассказать. Знаете, кто такой Марк Финли? Да, его известный евангелист. Прекрасный человек. Он переболел недавно раком костей. Вот. И он был в Руанде. Проводил там программу. Приводил людей ко Христу. Господь через него приводил. Чтобы вы понимали, Руанда это страна в Центральной Африке. Она небольшая. Там живут несколько десятков миллионов человек. Вот. В этой стране два основных племени больших. Это Туцци и Хуту. Туцци, они более светлые по коже. Они тоже такие, скажем так, молочный шоколад. А Тхуту, они более темный шоколад. Вот. Если так, по коже. Вот. И у них черты лица более к эфиоплянам, к эфиопии. Он более такое с европейскими такими рысами, как у нас говорят в Украине. Черточками. А Хуту, они больше такие вот. Больше именно африканцы, ребята. Ну, а жили они нормально. Все хорошо. Но потом начали раскачивать лодку национализма в этой стране. Ненависти. И в определенный момент президентом страны был Туцци, то есть более молочного шоколада человек. Но они старались в правительстве балансировать. Но Хуту начали раскачивать лодку. И раскачали ее до того, что сбили самолет с президентом. И начался переворот. Премьер-министр был Хуту. И он начал этот переворот. И пока ООН думала, что надо как-то это там помочь, вести войска. За три месяца переворота Хуту вырезали 950 тысяч людей из племени Туцци. 950 тысяч человек. Почти миллион за три месяца. Рейки кровью были налиты. Это было в 1993 году. Это не было давно. Это было недавно. 50 лет назад. С тех пор, кстати говоря, больше в Руанде нету этих двух племен. Есть единое племя. Называется Руанди. У нас приезжали студенты из Руанды учиться. Вот они с началом войны уехали. Вот в другую куда-то место доучиваться. Она говорит, что у нас больше нет ни Хуту, ни Туцци. У нас есть Руандия. Потому что настолько это было страшной болью. Я вам скажу больше. Многие христиане, многих конфессий в этой войне тоже поделились. И призвали к геноциду. И даже в Адвентийской церкви. И это было страшно. Закончилось это, знаете, чем? Один пастор, он был Туцци. И жена у него тоже была Туцци. И к нему пришли в дом и тоже его убили. А жену, ну убили его, детей. И жену тоже рубанули топором по голове. Но закон все равно его осудит. Потому что вы можете его 25 тысяч раз простить. Но закон все равно. Потому что так работает принцип справедливости. Потому что прощение к справедливости имеет немного отношения. Это разные категории. Прощение это больше психологическая категория. Понятно, да? На уровне административных преступлений это может быть прощение, когда закрываются глаза или говорят, все, мы тебя прощаем. Но это возмещается ущерб. И это описано в библейских законах и везде. Но здесь очень важно это понимать. Что прощение само по себе. И это категория заботы о себе. Простить это процесс. То есть, когда вас, например, обидели, вот часто однажды я консультировал одну семью. И этот человек сидел у меня в кабинете с открытой Библией и говорил о том, что он прав в том, что он иногда бьет свою жену. Он мне рассказывает, говорит, Господь же написано, что я кого люблю, того и наказываю. Вот я действую как Господь. Я говорю, ты что, Бог, что ли? Вот. Говорю, давайте сейчас как дам тебе в лицо. Я тебя тоже люблю. Давайте сейчас дам тебе битой по голове. Я же тебя тоже люблю. Понимаете? Это называется вырвать текст библейский из контекста. Ну тогда можно оправдать любое насилие таким текстом. Поэтому это совершенно не тот подход. Вот. И поэтому принцип здесь очень важный, что мы не можем требовать от человека моментального прощения. У прощения есть пять стадий. Мне больно. Это первая стадия. Вторая стадия. Я ненавижу. Третья стадия. Я привыкаю. И на этой стадии очень многие люди застревают. Уже не больно, уже не ненавижу, но я уже привык. И живет с этим человеком годами. Но оно вот это внутри боль живет все равно. Как только ты вспоминаешь, оно все равно всплывает. Вот признаком завершенного прощения есть, когда ты, вспоминая об этом человеке, чувствуешь себя хорошо. Чувствуешь себя легко и в мире. Это значит, что прощение завершено. Тебе его жалко, возможно, если он, например, не покаялся, и так и умер, или живой до сих пор. Но у тебя спокойное сердце. Потому что Бог забрал эту боль. Бог забрал это. Понимаете? Он оставил у тебя только желание добра этому человеку. Именно поэтому рецептом прощения стоят слова из Нагорной проповеди. Матфея, 5 глава. Евангелие от Матфея, 5 глава, 41 текста и дальше. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих. То есть, тебя... Вот однажды я консультировал одну молдаванку, вот она живет в другой стране, она говорит, у меня проблемы со свекровью. Серьезные проблемы со свекровью. Она говорит, свекровь забивает клин между мной и мужем. Вот, говорит. И когда бы, говорит, что бы я ни делала, она всегда прокомментирует негативно мой стол, мою еду, воспитание детей, говорит. И говорит, я решила поставить границы. Я больше ее в дом на порог не пускаю. А муж сидит рядом. Муж говорит, вы понимаете, как мне тяжело разрываться между мамой? И говорит, ну, мама не может нукав увидеть бабушкой. Я говорю, а как ты себя чувствуешь, когда вспоминаешь о своей свекрови? Она говорит, нехорошо себя чувствую, мягко говоря. Я говорю, ну, тогда тебе надо молиться за маму. То есть, Господи, благослови мою маму, свекровь мою. Пусть у нее все будет хорошо. Говорю, первое время у тебя будет челюсть сжимать от таких слов. Тебе будет просто вот так вот, Боже, благослови ее, чтоб ее приподняло и шлепнуло, но ты сказал, надо молиться. Говорю, но потом отпустит, не переживай. Говорю, должно отпустить. Вот. Она говорит, хорошо. Я говорю, понимаешь, потому что это нужно тебе. Это должно стать на место в твоей душе. Через две недели она мне пишет по ватсапу. Челюсть разжалась. Понимаете, да? То есть, это очень важный момент. Да, иногда две недели нужно, иногда месяц бывает. У меня как-то женщина, которую изнасиловал ее родственник, она молилась за него где-то месяц. И все, ее попустило, и стало легче, и у нее жизнь наладилась, потому что Бог все, да подарил ей мир. Вот. Она перестала себя чувствовать плохо, ужасно и так далее. Вот. Потому что прощение нужно нам. И вот, если вы возьмете молитву «Учи наш», ни к одной молитве Господь не оставляет комментария, а вот к ней оставляет комментарий. Потому что молитва заканчивается, написано, ибо если вы будете прощать, то простит вам и Отец Небесный. А если не будете прощать, то и Отец Небесный не простит. Как это так? Что, у Бога маленькое сердце? Нет, потому что не прощение, это не простить, это оставить место в сердце грех в том самом месте, где Бог должен быть. Понимаете? А Бог не лезет в наше сердце. Он говорит, сыночек, в твоем сердце остался кусок греха не прощения. Ты должен его разрешить, чтобы я его забрал. Потому что у нас сил простить нет. У Бога есть сила, помочь нам просить. Это очень важно понять. Бывают легкие процессы, а бывают тяжелые, когда ты не можешь простить человека. И когда ты не можешь, говоришь, Господи, я не могу, ты сам забери это, пожалуйста. А как забирает он, когда ты говоришь, Господи, благослови его, пусть у него все будет хорошо, чтобы ему... но ты так сказал, Боже, поэтому я вынужден это говорить. Поверьте мне, челюсть разожмется. Это работает. Это проверено. Все, и вы желаете добра человеку. Так работает процесс любви к себе в теме прощения. Поэтому маленькое правило, еще раз, простить это не всегда значит вернуть, как раньше. Не всегда. То есть иногда мы живем с супругой, мы можем поспорить, поругаться, ну и что, ну и все, мы восстановились и пошли дальше. Но бывают травмы, которые человек не может пережить. И ты не можешь заставлять человека выбор принять твой. Это его выбор. Он, может быть, будет 25 тысяч раз пожалеет об этом выборе. Но это его выбор. Понимаете, да? Вы можете молиться об этом выборе и так далее. Особенно, когда это... Потому что я консультировал семьи, например, жена изменяла мужу много раз, и он ее всегда прощал, и у них сейчас все прекрасно. А консультировал семьи, один раз изменили. Они разошлись, и у них все прекрасно. Так вопрос, как правильно? Правильно в каждой ситуации у человека строят отношения с Богом. И он видит, может он это или не может. это позволить себе. Может он это с Богом или нет? Понятно? Это очень важно. Есть один у нас интересный брат, очень-очень состоятельный человек, это самый богатый адвентист Европы. Вот. И он рассказывает на своих семинарах, я лично слышу, его жена изменила ему с начальником охраны. У него огромный бизнес. Естественно, он уволил начальника охраны и расстался с ней. Вот. И он со временем женился на другой, у них детки. А жена с начальником охраны так и живет. И жена вернулась в церковь с начальником охраны. бывшим начальником охраны. И начальник охраны позвонил, он говорит, ты меня можешь простить? Потому что, говорит, я хочу подавать на крещение, я хочу с Богом заключить завет. Что ему делать? Он говорит, да, конечно, я тебя прощаю. Я тебя уже давно простил. Понимаете, да, логику? И он показывает на слайде фотографию, стоит он, бывшая жена с начальником охраны, с ребенком там и так далее. Он простил. Понимаете, да, это каждая ситуация индивидуальна и каждый принял выбор другого человека. Понимаете, у Господа сердце шире иногда, чем у нас в голове представление. Поэтому это очень важный момент. Следующий момент. В прощении вот признак прощения, я еще раз последнее, что скажу о нем, это когда ты чувствуешь себя хорошо, вспоминая, ну или спокойно, мирно, вспоминая эту ситуацию. Понимаете, это важно? Я вам больше скажу, я когда консультирую, например, капелланов военных, которые сейчас на войне консультируют солдат, я их учу говорить о прощении. потому что ты не можешь даже воевать нормально, если ты не прощаешь, потому что ты будешь нервный. А опустите это на уровень семьи. Вот представьте, у нас, например, ну допустим, у меня с женой неразрешимая противоречия, она считает так, а я считаю так. И каждый там свои библейские тексты, там, каждого своя правота в голове. Бывает такое? В семье один так считает, это война. Все. И мы что теперь, будем обижаться друг к другу? Нет. Понимаете? Если люди не правы, но это что, причина для развода, если они считают, у них разная позиция на... Это основание для переговоров, для молитв, для всего, чего угодно. Понятно? Поэтому и есть в этом смысл семьи. Семья — это никогда все согласны по всему. У нас папа прав, все с ним согласны, или мама права. Нет. Не согласия могут быть, но чтобы было единство, у нас же есть тот, кто прав всегда, потому что он источник истины. Поэтому мы идем к Господе, ну реши вопрос, пожалуйста. И Бог решает этот вопрос иногда за день, иногда за два, иногда несколько лет нужно. Поэтому это очень глубинный момент в прощении. Прощение — это процесс. Вот. Кстати говоря, я не договорил вам стадии. Первая стадия прощения — это мне больно, вторая — я ненавижу, третья стадия — я привыкаю, четвертая стадия — мы сближаемся, и третья стадия — мы восстановили отношения. Либо так, как было раньше, либо в новом формате, с новыми границами. Понятно, да? Ну, например, бывает такое, что у вас есть сосед, но вы не знали, какой он на самом деле, или у него там в результате жизни у него испортился характер. И вы понимаете, что этому человеку больше нельзя занимать денег, а он приходит снова за деньгами. Но вы знаете сто процентов, что он не отдаст. Что вы будете делать? Кто-то будет давать, потому что, ну, в принципе, он может себе это позволить, а человек никогда не отдает. А кто-то скажет, добродетели, проявляете что? Рассудительности поставит что? Границу. Я не обижаюсь на то, что ты не отдаешь прошлые деньги, но следующих денег ты не получишь. Поняли логики границ? Да? Просто есть такая штука, называется доверие. Доверие. И доверие это одно из осевых принципов взаимоотношений между людьми и между человеком и Богом. и у нас есть круги близости в отношениях. Есть очень близкие люди, с которыми мы безгранично доверяем, они нас знают, видят и так далее. А есть люди, которым мы меньше доверяем, еще меньше, еще, еще. Да, то есть человек случайный на улице, мы ему не будем доверять как собственному мужу или жене, правда? Вот, или как мы доверяем это Богу. Только Бог сам достоин самого близкого доверия, потому что Он знает наши мысли, которые мы даже мужу там или жене, или своим детям не можем рассказать. Но это не будет неправильно. Например, если у тебя есть внутренний грех, внутри мысли живет, что ты будешь с этим грехом делиться с человеком? Не надо смущать человека. Это между тобой и Богом. Вот, а есть вопросы, которые шире, и это доверие мы шире. Поэтому, когда, например, у тебя есть близкий друг, и вот ты ему занимал, занимал деньги, он тебе не отдает, не отдает, он становится из близкого друга кем? Просто другом. Просто другом, которому деньги ты, в принципе, не занимаешь. Понятно, да, логика? То есть, он уходит в другой круг доверия. Но это не значит, что ты не такой христианин, там, я готов, сердце у меня широкое, но есть принципы границ. И они вот по этой оси доверия человек чуть-чуть дальше перемещается. Вот, если это происходит. Но принять решение, переместить его по границам, это уже за каждым человеком. За каждым человеком. Потому что и Бог наш, Он каждому доверяет в своей степени много, больше или меньше. Кому-то Он дает один талант, кому-то два, кому-то пять, кому-то десять. Ему виднее. Понимаете, да? Вот это момент. Ну и теперь еще одна. До перерыва я одну еще расскажу вам. Один принцип. Очень важный принцип. И после этого мы сделаем перерыв. Значит, смотрите. Святой апостол Павел, сам святой апостол Павел, в послании к римлянам, 13 главе, в 9 тексте, он повторяет заповедь, которая описана в Левитам, 17. Написано так. Он говорит, «Ибо о заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй и не пожелай чужого, и все другие заключаются в одной какой? Возлюби ближнего твоего, как самого себя». То есть, если посмотреть на закон Божий, да, то с пятой по десятую заповеди это про любовь к ближнему, да? То есть, эти заповеди заключаются в этом слове. «Люби ближнего твоего, как самого себя». Вы знаете, у нас, у меня есть один хороший друг, он работает капелланом в одной больнице нашей адвентистской в Калифорнии. Вот. И он мне одну интересную мысль подсказал. Он говорит, «Посмотри на заповеди задом наперед, вот с десятой». Какая десятая заповедь? Не пожелай. Когда человек что-то пожелал, это значит, что он чем-то недоволен. То есть, он недоволен тем, что этого у него что? Нет. То есть, человек, который что-то хочет, чужое, недоволен тем, что у него есть своего. Правильно? И из-за этого начинается и убийство, и кражи, и прелюбодеяния. Понимаете? То есть, оно как бы по заповедям вверх смотришь. Поняли? То есть, а недовольство это и есть корень, который надо вырвать. Понятно? Недовольство. Так вот, любовь к себе это благодарность. Это человек, который любит себя, это человек, который благодарен Богу за все. Слышите? Потому что возлюби ближнего того, как самого себя, человек, который любит себя, это человек, который благодарен Богу за все. Он даже не задумывается, что ему хочется там такой телефон, как у другого, или такой планшет, или такую машину, или дом, или такие помидоры, такую рассаду. Человек Богу благодарен. Это великое приобретение быть довольным. Поэтому очень важно понимать этот процесс. Любовь к себе — это практиковать в себе благодарность. Слышите? Это важный принцип. Итак, первое, любовь к себе — это обнимашки, когда мы дарим любовь и принимаем любовь. Второе — это прощение, отрабатывать прощение. Поэтому мы очень много времени уделили прощению сегодня с утра. И третье — любовь к себе — это практиковать благодарность. За что вы Богу благодарны? Вот запишите себе или произносите внутри себя. За что вы Богу благодарны? За вкусный завтрак, за то, что вам хочется спать или вам не хочется спать. То, что у вас есть во что обуться. Вы знаете, сколько миллионов людей не обуты? У кого дома нет холодильника? Поднимите руку. Есть один человек, у которого нет холодильника. У вас тоже нет холодильника? Два человека, у которых нет холодильника. У вас нет, потому что у вас нет на это денег? Или другие есть? Нет потребности. Есть на этой планете. А у кого из вас нет дома еды? Нет таких людей. 800 миллионов людей на этой планете голодают в настоящий момент. 800 миллионов. Из 8 миллиардов населения — это каждый десятый. Не то, что у холодильника, у него еды нет. Понимаете, да? А нужда есть, а еды нет. То есть, мы часто благодарим Бога, что у меня есть холодильник. Когда вы в последний раз говорили, «Господи, спасибо тебе за холодильник, спасибо тебе за еду, что она у меня есть». За еду мы благодарим за то, что есть на столе. Но в принципе, у него есть источник дохода. Понимаете, да? Вот. За что я люблю Молдавию? Знаете, за что я люблю Молдову? Ну, я много за что люблю Молдову. За то, что вдоль дороги растут орехи. А не тополя. И не дубы. Понимаете? Потому что ты — это полезное дерево. Вот. Это очень важный момент. Быть благодарным — это признак... Потому что когда ты практикуешь благодарность, это улучшает физическое, эмоциональное, психическое здоровье. Есть сотни исследований научных, которые говорят, что любовь к благодарности улучшает здоровье человека. Понятно? Поэтому практикуйте это, и будет вам величезное благословение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok